Здравствуйте, дорогие участники и спикеры антиконференции для будущего поколения предпринимателей «Как растут ли Никорны?». Конференция проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства, которая в Беларуси проходит уже 11 лет. Организаторы конференции «Магуру Стартап Хаб» и бизнес-академии для подростков «Сингур». Слога нашего мероприятия «Дорога открывается под ногами идущего». И программа построена таким образом, чтобы каждый слушатель смог понять, что ему нужно сделать для того, чтобы создать свой проект. Сегодня вы узнаете, как найти идеи для собственного проекта, как найти свой формат, развить проект и монетизировать творчество, как продвигать проект в сети и как привлечь финансирование, даже если вы подросток. Встреча, чем мы начнем, я хочу задать вам один вопрос. А вы знаете, какие компании называются «Юникорны»? Если знаете, пишите, пожалуйста, ваш ответ в комментариях. А если еще не знаете и хотели бы узнать подробнее, то я приглашаю вас на нашу онлайн-платформу для того, чтобы вы прошли обучение по теме «Как создать свой проект». Обучение бесплатное. Я закреплю ссылку к этой трансляции, и вы сможете получить доступ. И сейчас время начинать. Я с радостью представляю нашего первого спикера, Анастасию Холинкову, с темой «Как найти идею для собственного проекта». Настя, ко-фаундер Имагуру Стартап Хаб, внесла огромный вклад в развитие стартап-экосистемы Белоруссии в качестве ментора и человека, который объединял вокруг Имагуру талантливых и стремящихся менять мир людей. Настя, передаю тебе слово. Очень рада, что сегодня участвуешь. Спасибо большое за представление такое. У нас не так много времени, но моя задача, наверное, рассказать вам самые основы того, как действительно найти бизнес-идею для себя и для своей команды. И больше информации, как уже сказала Наталья, вы сможете посмотреть, увидеть и прочитать на платформе «Бизнес-академии Тенгуру», онлайн-платформе, которая доступна практически для всех подростков, где бы вы ни находились в данный момент. Итак, что такое бизнес-идея? И какие стереотипы летают вокруг этого понятия? Да, прежде чем нам создавать команду и продукт, и начинать бизнес, нам нужно прийти к какой-то идее, которая бы вдохновляла нас и была полезна потенциальным клиентам для того, чтобы из этого получился бизнес. Очень часто мы слышим такое понятие, что бизнес-идеи могут украсть. Бизнес-идеи, на самом деле, не бойтесь, что их могут украсть. Это не так ценно, как реализация этой бизнес-идеи. И бизнес-идеи летают в воздухе, они очень часто рождаются у многих людей одновременно в разных уголках мира. И это нормально, потому что мы развиваемся и мы, безусловно, пытаемся делать нашу жизнь лучше и жизнь других людей. Но что самое важное в бизнес-идеи? Это реализация, это первое, и второе, это рынок. Это наличие определенного количества людей, которым это бизнес-идеи, и решение для бизнес-идеи покажется интересным и востребованным. Очень часто у нас получается такая ситуация, как на слайде. С одной стороны, нам кажется, что мы создали очень крутой продукт, он очень красивый, классный, и должен радовать нашу целевую аудиторию. Но в итоге может получиться так, как на этой картинке, когда родителям кажется, что каруселька просто прекрасная, а ребенок видит совершенно другое. Почему так получается? Так получается, потому что очень часто, создавая бизнес-идеи или концентрируя свою команду вокруг определенной бизнес-идеи, мы пытаемся решать свои проблемы, а не проблемы потенциальной аудитории. И это понятно, почему это так получается. Мы действительно, так устроен наш мозг, так устроено наше мышление, мы действительно знаем очень много о своей жизни. Мы действительно анализируем ее очень много. И нам кажется, что решая то, как мы понимаем этот мир, это понимание годится и для большой аудитории. Но есть один подход, который помогает менять это сознание, менять это понимание и создавать действительно бизнес-идеи, те, которые будут востребованы широкой аудиторией, а значит решать проблемы широкой аудитории. Этот подход называется дизайн мышления, и он был придуман в Университете Стэнфорда, Калифорния, США. Дизайн мышления построен на развитии эмпатии к своим клиентам. Эмпатия — это такое широкое понимание того, что чувствует клиент, какое у него мировоззрение, какие проблемы он ощущает, и как сделать так, чтобы его опыт, его жизнь не изменились. Только с помощью эмпатии, когда мы можем абстрагироваться от собственного понимания мира и в буквальном смысле побыть, как есть такое выражение, побыть в шкуре нашего клиента. Понять и посмотреть на мир его глазами, посмотреть, что для него ценно, что для него хорошо или плохо. И не задавать ему вопрос о том, что бы ты хотел. Вы наверняка, если интересуетесь бизнесом, предпринимательством, уже слышали многие выражения и мнения о том, что гениальные предприниматели, как Генри Форд или Стив Джобс, они не задавали вопросы своим клиентам, что бы они хотели. Есть выражение такое известное у Генри Форда о том, что если бы он спросил у своих пользователей, какое средство передвижения бы они хотели, они бы рассказали ему о новой лошади. А на самом деле он придумал машину. То же самое iPhone и все другие продукты компании Apple, которые были созданы при руководстве Стива Джобса. Это на порядок выше продукты. Это продукты, которые не смогли, может быть, сформулировать бы потенциально аудитория. Но эти продукты, они решили многие потребности целевой аудитории. Именно поэтому смартфоны так изменили нашу жизнь и индустрию многих стран. Посмотрите на картинку, что это такое. Первое. Этот инструмент был создан с помощью дизайн-мышления. Этот инструмент, медицинский инструмент, который находится в больнице, при котором делают МРТ или КТ для детей. Вы уже наверняка взрослые, и если бы вам объяснили, что МРТ и КТ необходимо сделать, и точность снимков медицинских, оно будет эффективным, если вы будете не двигаться, то вы наверняка бы легли на этот аппарат и не двигались. Но когда речь идёт о маленьких детях, то очень сложно заставить их не двигаться. Одно дело — это когда мы имеем такой аппарат КТ, белый, в белом кабинете медицинском, и приходим туда с ребёнком, он пугается, и мы ещё ему приказываем не двигаться для того, чтобы снимок был наиболее эффективным. Какой результат мы получим? Это не принесёт никакой радости ни ребёнку, ни врачу, ни родителям, и результат будет соответствующий. А если мы подойдём к этому подходу на основе дизайна мышления, если мы попробуем встать на место ребёнка и посмотреть, как этот процесс выглядит с его точки зрения, то мы поймём, что для него это страшно, для него это определённый стресс. И всё, что хочет ребёнок в маленьком возрасте — это играть. Поэтому наша задача — превратить это в игру. И когда на основе дизайна мышления специалисты, консультанты по дизайну мышления сделали из этого инструмента такой корабль и придумали игру, при которой пациент должен не двигаться для того, чтобы пройти пути этого корабля через определённый маршрут, тогда для ребёнка это выглядит как игра, и он действительно не двигается. Вот как это работает, как работает дизайн мышления. Дизайн мышления действительно может помочь вам сформулировать не только инновационную бизнес-идею, он поможет вам сделать такой продукт, который будет интересен определённому количеству людей, то есть вашему рынку, потенциальной аудитории. Он поможет вам создать продукт, который действительно решает реальную потребность, реальную аудиторию. И решит не ваши проблемы, а проблемы других детей. Мы уже говорили о том, что ценность продукта, она должна быть явная для пользователей, она должна отвечать на его потребности. А вот инновация должна предвосхищать его ожидания. Она должна производить определённый вау-эффект, и на самом деле это не пользователь должен вам говорить о том, как он видит решение данной проблемы. Вы на основе той информации, которую получаете от пользователя, составляете это решение и предлагаете ему. Из каких же частей состоит дизайн мышления? Эмпатия. Мы уже с вами проговорили. Этот блок — это развитие понимания того, как мыслит ваш клиент, какими ценностями он живёт и как смотрит на мир. Дальше — фокусировка. С этой информацией необходимо что-то делать. И бизнесмены, предприниматели, они анализируют информацию, которую получили, и принимают решение сфокусироваться вот на такой потребности, определить её, проверить. Далее — это генерация идей. Это процесс, с которым предприниматели сталкиваются практически каждый день. Это выделяет этих людей от других людей. Они предлагают идеи, им не всё равно, но они всегда стремятся улучшить жизнь своих клиентов. И, безусловно, дизайн мышления содержит именно такой блок активности. Далее мы выбираем самую яркую идею. После неё мы прототипируем. Прототип — это формат создания продукта, не затрачивая огромных ресурсов, денежных и человеческих, на его создание. Это некий прототип этого продукта, который помогает нам получить первую обратную связь от пользователей о том, что они думают по поводу этого продукта. Тестирование — здесь как раз-таки и есть тот формат, когда мы получаем обратную связь от наших пользователей, что-то переделываем, потом снова спрашиваем у них, снова что-то переделываем и так далее. Вот это формула создания классной инновационной идеи и решения для вас, создания вашей команды, вашего бизнеса. Теперь немножко перейдём к практике. Как это делать? И в последующие 15 минут мы вам дадим несколько рекомендаций о том, что вы можете сделать для того, чтобы развить дизайн мышления, среди своих коллег, в своей команде и для себя. Ещё раз напомним, что больше теоретической и практической информации о дизайн-мышлении, о том, как создавать идеи, содержится на онлайн-образовательной платформе бизнес-академии Тенгуру Тенгуру.Иммагуру.Имагуру.Илай. Итак, как развивать эмпатию? В первую очередь нам необходимо слушать. Для того, чтобы нам слушать, нам необходимо собрать какую-то аудиторию и проинтервьюировать её. Чтобы проинтервьюировать аудиторию, нам необходимо выступить в роли интервьюера, то есть того человека, который задаёт вопросы, и того, кто на эти вопросы отвечает, так скажем. То есть точнее на эти вопросы отвечает и записывает, либо слушает тех, кто отвечает на эти вопросы и записывает результаты. Для этого вы можете взять определенные листочки бумаги, и мы вам советуем взять вот такие бумаги, стикеры, для того, чтобы каждый ответ записывать на отдельном стикере. После этого, когда вы готовы, когда у вас есть аудитория, когда у вас есть листки бумаги, и есть команда, которая готова участвовать в эмпатии, вы можете приступать к интервью. Это могут быть ваши друзья, коллеги, это могут быть ваши родители. Самое главное — выбрать ту область, которая вам интересна для того, чтобы строить бизнес-идеи. Потому что именно эта область будет воодушевлять вас и вдохновлять наибольшем способе. Итак, вы готовы к интервью, и вы готовы задавать вопросы. Какие вопросы вы можете задавать или не можете задавать? Лучше задавать вопросы, которые касаются жизненного опыта и мировоззрения тех людей, с которыми вы работаете. Например, расскажите про ваш лучший день или про ваш худший день. Очень часто задавайте вопросы, почему. Именно от этих вопросов вы получаете информацию, которая развивает вашу эмпатию по отношению к целевой аудитории. Как? Что вы чувствовали при этом? Расскажите подробности. Не спрашивайте, сложных ли наводящих вопросов, на которые ответ будет либо уже в самом вопросе, либо да или нет. Эта информация не принесет вам никакой пользы. И не спрашивайте вопросы, типа, какое решение вы ожидаете, что бы вы хотели. Теперь вернемся к проблемной области или к той области, вокруг которой вы строите свою бизнес-идею. Потихонечки направляйте вопросы именно в ту область. Если вы разговариваете с тренерами и хотите придумать решение для вашей спортивной секции или спорта, в котором вы занимаетесь, вы можете потихонечку перейти к этим вопросам. Какое соревнование было лучше или какой день тренировки был для вас лучше и так далее. То есть эти уточнения помогут вам собрать информацию, которая относится именно к предметной области, которую вы изучаете. Лучше сделать 5-7 интервью для получения большого количества информации. И, как мы уже говорили, записывать их на стике, на определенные листочки для того, чтобы вам можно было дальше, удобно работать с этой информацией. Вы получили множество информации. И следующий блок, который нам необходим, это сфокусироваться на этой информации. То есть разобрать эти истории и синтезировать их таким образом, чтобы нам было легче сфокусироваться. Для этого мы предлагаем вам сделать таблицу из четырех частей, разбить ее на вот эти части. Говорить, чувствовать, думать, делать. И расклеить свои стикеры по этим областям. Сразу же скажу, что нет правильного решения для каждого из этих блоков. Это упражнение необходимо вам для того, чтобы вы смогли сфокусироваться и понять, что важно для вас. И когда вы работаете с этим в команде и читаете, например, какой-то факт, который вы получили из процесса эмпатии, вам будет легче определить, это человек говорит, думает, делает и чувствует. Когда вы спорите и обсуждаете эти моменты, вы... Проявляете такое осведомление и анализ той информации, которую вы получили в процессе эмпатии. Следующий блок — это брейнсторминг или генерация идей. Наверняка в своей деятельности вы уже встречались с таким процессом, но как предприниматели вы будете практически каждый день встречаться с генерацией идей и брейнстормингом. Брейнсторминг — основные понятия. Это процессы, генерация идей, в котором участвует широкое количество людей. Пожалуйста, зовите на брейнсторминг своих братьев, сестер, родителей, бабушку, дедушку. Это даст вам широкие перспективы различных идей. Еще одна особенность брейнсторминга, что во время этого упражнения мы не критикуем идей. Самое главное для нас — количество, а не качество. Никто не должен говорить, что это не рабочая идея, или эта идея интересная, или глупая наоборот. Очень важно, чтобы в какой-то очереди участники этого процесса постоянно генерировали идеи. Ваша задача как лидера — эти идеи записывать, отмечать. И мы вам советуем провести брейнсторминг и собрать как минимум 50 идей для той аудитории, которую вы только что изучили, и информацию, которую вы определили и сфокусировались вокруг этой информации. После этого вам необходимо выбрать одну идею, которая для вашей команды кажется важной, или самой интересной, или самой стоящей, для того, чтобы двигаться с ней дальше. Здесь мы вот показали один из примеров того, как можно выбрать эту идею. То есть выбрать продукт, который одновременно ценен для бизнеса, ценен для человека и имеет возможности технологий. После того, как вы определились с бизнес-идеей, наступает следующий процесс, который называется прототипирование. Как мы сказали, вам необходимо получить первый отзыв от ваших клиентов по поводу бизнес-идеи. И вы делаете прототип продукта, который вы хотели бы представить, прототип на бумаге, либо с использованием подручных средств. Так, чтобы вы не объясняли вашему потенциальному клиенту о вашей идее, а чтобы ваш потенциальный клиент взял прототип и начал уже им пользоваться. Здесь, так же, как и в процессе интервьюирования в рамках эмпатии, вы 20% времени говорите, а 80% времени анализируете и смотрите, как клиент работает над продуктом, фиксируете эту информацию. После этого вы получаете обратную связь и дорабатываете продукт. Анализируете, что получилось, что вы заметили в том процессе, когда клиент пользовался вашим продуктом. Как он пытался им пользоваться, решал ли продукт его проблемы, какие у него были чувства. Всю эту информацию вы фиксируете, анализируете, задаете вопрос «почему?», меняете свой прототип и снова тестируете. Очень часто дизайн мышления не проходит в один линейный формат. От эмпатии до тестирования и прототипирования. Очень часто мы зависаем вот на этом блоке, который связан с прототипированием и тестированием. То есть мы постоянно тестируем, получаем какую-то информацию, переделываем прототип, снова тестируем и так далее. Иногда этот блок говорит нам о том, что предоставленное нам решение или та бизнес-идея, которая у нас есть, она не работает. Тогда можно возвращаться к тем идеям, которые мы сгенерировали в самом начале и выбрать какую-то другую идею, снова ее прототипировать, снова протестировать ее, пока мы не получим должного для нас результата. Иногда мы снова возвращаемся к фокусировке, снова просматриваем наши записи, которые мы получали от наших потенциальных клиентов, фокусируемся на другом, выбираем что-то важное другое и снова проходим путь генерации идей, создания прототипа и тестирования с нашими потенциальными пользователями. Этот процесс бесконечен, но этот процесс помогает вам действительно придумать бизнес-идею, которая решает проблемы вашей потенциальной аудитории, вдохновляет вашу команду и помогает вам двигаться вперед в создании новых продуктов, которые будут пользоваться спросом у большой аудитории и рынка. Более подробную информацию о том, как проходит дизайн мышления, вы сможете посмотреть на онлайн-платформе бизнес-академии Tinguro. Мы попытались в 30 минутах рассказать вам, что такое дизайн мышления и как оно помогает в генерации идей, бизнес-идей для бизнеса, как найти стоящую бизнес-идею, вокруг которой работать, собирать команду. За 30 минут, безусловно, это только самые необходимые факты о дизайн мышлении, поэтому мы хотели бы вас попросить, чтобы вы почитали и познакомились с этим процессом более подробно, а также чтобы вы сделали задание, которое также описано на этой платформе вместе со своими друзьями, с родителями и попробовали применить дизайн мышления к вашим идеям, даже к всем процессам, которые у вас существуют в ежедневной вашей жизни, в спорте, в обучении, в создании каких-то хобби. Дизайн мышления, если его развивать сейчас, оно очень сильно пригодится вам в любых областях. Поэтому переходите на платформу tinguru.imaguru.by и развивайте дизайн мышления, задавайте нам вопросы. Мы будем очень рады, что больше предпринимателей будущего будут использовать этот метод для себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова